Согласно уравнениям теории замедленного разряда, влияние природы металла на скорость стадии разряда ионизации определяется двумя факторами. Энергией адсорбции реагирующих частиц и продуктов реакции и строением двойного электрического слоя. Так как величины часто известны, то проверка этих выводов теории затруднена. При электровосстановлении анионов на отрицательно заряженной поверхности электродов и природа металла должна сказываться лишь через второй фактор. А потому изменение скорости электровосстановления анионов при переходе от одного электрода к другому можно рассчитать, если знать потенциалы. Последние могут быть определены из данных по строению двойного электрического слоя. При проверке выводов теории замедленного разряда о влиянии природы металла на скорость стадии разряда, уравнение. Удобно переписать в виде. Согласно этому уравнению, экспериментальные данные в координатах должны дать прямолинейную зависимость. Эта зависимость называется исправленной тафелевской зависимостью. Исправленные тафелевские зависимости совпадают на разных металлах. Данные по электровосстановлению аниона персульфата на разных металлах находятся в полном согласии с выводом теории замедленного разряда. Также для проверки теории замедленного разряда была использована реакция электровосстановления бензохинона в диметилформамиде. В этом растворителе ион практически не адсорбируется на электродах, а потому константа скорости оказалась постоянной. На электродах из платины – палладия, родия, иридия, золота и ртути. Результаты сопоставления скоростей электровосстановления анионов на отрицательно заряженной поверхности разных металлов, а также электровосстановления органических веществ в условиях сильной поверхностной активности растворителя подтверждают выводы о роли работы выхода электрона в кинетике электродных процессов. При одинаковом электродном потенциале электрохимические потенциалы электронов в разных металлах равны, то есть электроны в разных металлах полностью энергетически эквивалентны. Таким образом, реальная энергия активации реакции не зависит от работы выхода электрона.